Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Островская Елена, я врач-эндокринолог, специалист в области превентивной медицины. Сегодня я хотела бы с вами поговорить на такую интересную и, я уверена, для всех актуальную тему, как наше старение. Но что уж там говорить, состаримся мы в любом случае все. Этот процесс не минует никого. И, конечно, каждый из нас задумывается со временем, как сделать так, чтобы стареть красиво, как сделать так, чтобы стареть не быстро и не раньше положенного срока, и чтобы прожить как можно более долгую жизнь в хорошем качестве. Ведь, согласитесь, влачить существование жалко, когда нет никаких радостей, тоже никому не хочется. Человек издревно задумывался о том, как продлить свою жизнь, как замедлить старение, каких только способов не предлагалось. Самые удивительные, самые сказочные. Но сейчас наука, которая изучает процессы старения, очень активно развивается. И на данный момент существует более 80 теорий старения, которые объясняют, что же происходит в нашем организме, в каждой его клетке и в организме в целом, что приводит к процессам старения. Естественно, это делается не просто из-за праздного любопытства, а потому что хочется найти какие-то механизмы, какие-то способы, которые позволят это старение отсрочить, ну и сохранить наше здоровье. Среди самых актуальных теорий старения есть такая, которая говорит о том, что со временем наши центральные регулирующие органы, нервная система утрачивает нормальную чувствительность к тому, что происходит на периферии. То есть, например, уровень гормонов щитовидной железы, половых гормонов постепенно снижается, а гипофиз перестает на это адекватно реагировать и перестает нормально стимулировать работу этих эндокринных желез. В результате мы все больше и больше накапливаем дефицит этих гормонов. Еще одна теория говорит о том, что наши клетки со временем, накопив ряд дефектов в процессе своей жизнедеятельности, понимая, что дальше они уже не способны выполнять нормально свою функцию, сами себя убивают. Это называется апоптос, клетки, то есть программируемая гибель. Может быть, вы слышали о таком механизме старения, как укорочение длины теломер. Теломеры – это концевые участки хромосом, которые позволяют нашим хромосомам делиться. Ну, чтобы было просто, давайте представим себе шнурки в ботинках. И вот те самые кончики на шнурках, за которые мы можем потянуть и зашнуровать ботинок, это и есть теломеры. А шнурки – это хромосомы. Чем длиннее наши теломеры, тем больше способна клетка расподелиться и продлить свою жизнь. С течением времени с возрастом теломеры укорачиваются, клеточка просто перестает делиться. И сегодня я хотела бы поговорить с вами еще о двух теориях старения. Одна из них связана с окислительным стрессом. Может быть, вы слышали такое понятие. Что такое окислительный стресс? Сейчас расскажу. И еще одна теория, которая связана с гликацией или гликированием нашего организма. Тоже может быть знакомое вам слово. Вот об этом поговорим поподробнее. Что такое окислительный стресс? Само по себе слово стресс подразумевает что-то плохое. Хотя на самом деле стресс – это всего лишь реакция на какие-то события, которые происходят в жизни. Так бывает с нами в целом в плане психологической реакции, в плане физиологии. Так вот, окислительный стресс – это избыточная реакция нашего организма на поступающие определенные какие-то сигналы извне, которые приводят к тому, что клетка быстрее стареет. У нас в клетках, если вы чуть-чуть помните школьную биологию, есть такая интересная органелла, она называется митохондрия. Но наверняка слово митохондрия вам знакомо. Что же происходит в этой митохондрии? Вообще митохондрия – удивительное образование, которое, как говорят, произошло на стыке трансформации нашей клетки и клетки, которая досталась нам от древних примитивных организмов. Митохондрия вырабатывает энергию. Это её основная функция. Для того, чтобы каждая клетка имела силы, энергию для жизнедеятельности, нам нужны специальные вещества, которые вырабатываются в процессе окисления в митохондриях. Естественно, есть какие-то побочные продукты этого процесса. И вот побочные продукты называются свободными радикалами или свободными формами кислорода. Это такие формы кислорода, которым не хватает одного электрона. И в поиске этого электрона они начинают метаться по клетке на пути, повреждая самые разные клеточные структуры. Это может быть и сама митохондрия, кстати. Она может от этого заболеть, если будет слишком много свободных форм кислорода. От этого пострадает мембрана клетки, от этого пострадают другие внутренние органеллы. Что же плохого в этом? Ну да, подумаешь, образовалась свободная форма кислорода. Её потом со временем нейтрализовали вещества, которые называются антиоксиданты. Это то, что у нас в клетке тоже вырабатывается. Но плохо бывает тогда, когда свободных форм кислорода больше, чем антиоксидантная защита клетки. И вот тогда нам требуется эти антиоксиданты получать извне. У нас в организме предусмотрена целая система антиоксидантной защиты. И, как правило, если мы не злоупотребляем вредной едой, если мы не едим слишком много сладкого, если мы не добавляем в себя каких-то дополнительных интоксикаций в виде токсичных веществ, никотина, алкоголя, не употребляем генномодифицированную еду, если мы нормально занимаемся физической активностью. Нормально это значит не слишком мало, то есть не ведём совсем обездвиженный образ жизни и не изнуряем себя тяжёлым спортом. Потому что тяжёлый спорт – это процесс, который приводит к избыточному окислению, к избыточному скорости метаболических процессов образованию свободных форм кислорода. Если мы не болеем, то есть у нас нет температуры, у нас нет какой-то вирусной инфекции, бактериальной интоксикации, тогда у нас процессы окисления и антиоксидантная защита уравновешиваются. Если мы заболели, если мы не досыпаем, если мы находимся в постоянном стрессе по поводу каких-то негативных событий, которые происходят у нас в жизни длительное время, если мы подвержены воздействию токсичных веществ, у нас усиливается окислительный стресс. И этих молекул, этих свободных форм кислорода становится так много, что наши антиоксиданты не справляются. Самое плохое, что может из-за этого произойти, даже не то, что сама клетка пострадала и где-то повредилась её мембрана. Это можно восстановить, мы сейчас с вами об этом поговорим. Плохо то, что страдает ДНК, то есть наша наследственная информация. ДНК у нас в клетке, кстати, есть двух видов. Одна содержится в ядре, это то, что мы получили от мамы и папы, а другая ДНК содержится в самой митохондрии. Это то, что получает каждый человек от своей матери, потому что митохондриальная ДНК наследуется только от матери. И вот если с этой ДНК что-то происходит, нарушается её защитная оболочка, активируются какие-то гены не очень хорошие для нас, которые могут привести к образованию каких-то онкологических, например, процессов. Или, например, с этой дефектной ДНК будет в последующем синтезироваться дефектный белок. А что значит дефектный белок? Это не только то, что нужно для мышц. Белки это ферменты, это гормоны, это разные вещества, которые участвуют в огромном количестве всяких реакций в организме и обеспечивают нашу жизнедеятельность. Вот и получается, что дефектные белки накапливаются, нормально они свои функции не выполняют, наш организм не справляется с тем, что он должен делать, мы начинаем плохо себя чувствовать, у нас укорачивается продолжительность жизни, у нас снижается качество жизни. Это к вопросу о том, почему всё-таки с окислительным стрессом надо что-то делать. Следующий вопрос, а что делать? Логично, что в первую очередь, конечно, надо сократить количество тех факторов, которые усиливают окислительный стресс. Мы с вами уже об этом поговорили. Кстати, если говорить про воспаление, мы все привыкли думать, что воспаление это когда мы простудились, заразились какой-то инфекцией, у нас высокая температура или мы, например, поранились, и вокруг раны возникло воспаление. Это острая воспалительная реакция, но самое коварное это хроническое воспаление, которое присутствует в организме незримо, без каких-либо ярких проявлений, но всегда сопровождает ожирение, всегда сопровождает сахарный диабет некомпенсированный, всегда сопровождает сердечно-сосудистые заболевания. А теперь представьте, сколько у нас людей в мире с этими заболеваниями. Количество людей с диабетом, с ожирением, к сожалению, что бы врачи не говорили и не пытались сделать, все равно растет. Поэтому представьте себе, сколько людей в состоянии хронического воспаления. Поэтому, когда доктор говорит о том, что вам надо снижать вес, это не просто пустые слова, потому что сниженный вес, это нормализованный вес, это залог того, что у вас в организме не будет окислительного стресса патологического, что будут идти нормальные метаболические процессы. Поэтому первое, это работа со своим весом и, конечно же, работа с питанием. Второе, очень важное, это нормальный сон. Что такое нормальный сон? У каждого своя нормальная продолжительность сна. Кому-то достаточно трех часов, чтобы выспаться, кому-то десяти часов недостаточно. Но если, кстати, вам не хватает десяти часов, чтобы выспаться, тут надо думать, а что вообще с вами происходит, почему вы так себя плохо чувствуете и вам нужно так много спать. Может быть, нужно исключить какие-то заболевания хронические. Нормальный сон – это когда человек ложится спать сегодня, а встает уже завтра. То есть, желательно после одиннадцати вечера уже приготовиться ко сну, убрать все гаджеты, спокойно почитать какую-то книжку, может быть, музыку послушать и не заводить никаких возбуждающих занятий, не делать каких-то работ по дому и так далее. Я понимаю, что это звучит как утопия, но мы все равно должны стремиться к лучшему. Если мы проспим с двенадцати до двух часов ночи, то у нас будет хорошая концентрация гормона мелатонина. Мелатонин – это гормон сна, и он же является самым сильным, натуральным, естественным, природным нашим антиоксидантом. Поэтому во время сна легли сегодня, встали завтра, мы лучше восстанавливаемся, у нас лучше антиоксидантная защита. Дальше мы с вами поговорили про питание, про режим сна. Следующее – это физическая активность. Как я уже сказала, не надо изнурять себя тяжелым спортом, если вы никогда им не занимались. Если вы вдруг, послушав это видео, посмотрев, вдруг решили пойти в спортзал и очень интенсивно начать качать мышцы, не надо этого делать, потому что, если, например, у вас есть какие-то проблемы с чувствительностью к инсулину, какие-то заболевания, которых вы не знаете, вы можете себе только навредить. Но вот чем вы себе точно не навредите – это ежедневной небольшой прогулкой, минимум 30 минут в день, достаточно бодрым шагом, как будто вам куда-то нужно ко времени. Вы ходите, гуляете и желательно дышать, конечно, свежим воздухом, но если нет такой возможности или плохая погода, то можно это делать в спортзале, можно делать дома на тренажере, неважно. Это должна быть нагрузка не в тягость, она усиливает поступление кислорода, уменьшает процессы окислительного стресса. Ну и, конечно же, не надо забывать о дополнительных антиоксидантах, которые мы можем себе помочь. Самые простые антиоксиданты – это витамин С, про который все прекрасно знают. И здесь мы можем использовать не только таблетки, но и продукты. Больше всего витамина С содержится в болгарском перце, в квашеной капусте, в цитрусовых, но, кстати, в цитрусовых даже меньше, чем в болгарском перце. Пожалуйста, употребляйте эти продукты, если у вас все в порядке с желудком, вы будете получать регулярно витамин С. Еще один антиоксидант – это витамин Е, тоже наверняка про него знаете. Витамин Е очень важен для того, чтобы восстановить целостность мембран клетки поврежденных. Он важен для того, чтобы образовывались гормоны, половые гормоны. Что нам еще нужно для того, чтобы заклеить вот эти бедные несчастные поврежденные клеточные мембраны? Правильно, омега-3 жирные кислоты, полиненасыщенные жиры. Жиров много, они все разные. Есть жиры в масле в сливочном, в сметане, в мясе, ну, например, в свинине, в баранине. Это все насыщенные жиры. Они нам тоже в какой-то степени нужны, но они не являются средством антиоксидантной защиты. А вот полиненасыщенные жиры, которые есть в морской рыбе, прежде всего это красная жирная морская рыба, которые есть в маслах натуральных, это и оливковое масло, и любые другие виды масел, которые не рафинированы, то есть они не подверглись специальной очистке. Это жиры, которые есть в орехах, в авокадо. Вот это все полиненасыщенные жирные кислоты. Обязательно это должно присутствовать в вашем рационе, но и если этого маловато, то тогда можно использовать дополнительные препараты, содержащие омега-3. Ваш доктор вам это обязательно назначить. Если не хочется ради этого идти к доктору, то маленький лайфхак. Когда вы смотрите на банку с омегой-3, обращайте внимание, сколько там содержится и коза пентаеновой, и докоза гексоеновой жирных кислот. Они обычно обозначаются буковками EPA, DHA. Их должно быть в сутки не меньше 1000 миллиграмм. И если вы потребляете столько этой омеги, тогда в ней есть смысл, и она будет для вас полезна. Что еще бывает в арсенале антиоксидантной защиты? Конечно же, это коэнзим Q10. Наверняка знаете про это вещество, про этот препарат. Коэнзим Q10 это то, что образуется у нас в клетке всегда в процессе окислительно-восстановительных реакций, но порой нам этого не хватает, поэтому можно использовать коэнзим Q10 в виде дополнительного препарата. Очень мощный, сильный антиоксидант это альфа-липоевая кислота. Это вещество куркумин, например, которое содержится в специи куркума, но специи содержат его меньше, чем специальные препараты. Можно регулярно употреблять куркуму, а можно пройти курс дополнительного приема куркумина в виде таблеток. И, кстати, очень интересно, но мочевая кислота, которую, может быть, кто-то из вас когда-то сдавал в виде анализов и видел ее у себя повышенной, это тоже антиоксидант. Поэтому, если она у вас повышена, стоит задуматься о том, что у вас, возможно, избыточно идут процессы окисления. Конечно, высокая мочевая кислота приводит к развитию заболеваний, подагра, например, мочекаменной болезни. Но все равно это повод пересмотреть свое питание и какие-то другие аспекты лечения, кроме снижения уровня мочевой кислоты. Я думаю, что про антиоксиданты информации пока достаточно. Я бы хотела вам рассказать немножко про гликирование. Что это такое? У нас в организме, вы все знаете, есть белки, жиры, углеводы. И в организме происходят самые разнообразные реакции, стыковки, соединения разных вот этих элементов друг с дружкой. И когда белки соединяются с углеводами, с сахарами простыми, с помощью специальных ферментов, образуются вещества, которые называются гликопротеины. Они нам крайне необходимы для организма. Это множество ферментов, множество белков, которые нужны для самых разных процессов. Но есть ряд веществ, которые, точнее не так, не ряд веществ, ряд таких реакций идет без участия ферментов. И тогда белок соединяется с сахаром, ну просто так, как ему захотелось. И образуется такой комплекс, который в процессе своей трансформации преобразуется в вещество уже необратимое. То есть его нельзя расщепить, его можно только вывести из организма. Такие вещества получили название age-продукты, от слова age-возраст. Это продукты, которые нас состаривают, которые ускоряют процессы старения. Когда это происходит? На самом деле, открою вам секрет, это происходит всегда у всех. Вот может быть вы знаете, есть такой анализ на гликированный гемоглобин или гликозилированный гемоглобин. Возможно, кому-то из вас назначали доктора такой анализ. Вот это как раз типичный пример соединения белка гемоглобина с простой молекулой сахара. Образуется гликированный гемоглобин. Никогда не бывает такого, чтобы гликированный гемоглобин был ноль. Это невозможно. То есть есть определенные критерии, по которым мы говорим, да, это высоковато или да, это уже характерно для сахарного диабета, но определенный небольшой процент этого гликированного гемоглобина есть всегда. Это говорит о том, что процессы гликирования у нас в организме всегда происходят, но так же, как с процессами окисления. Мы с вами только что говорили, да, что в принципе это нормальная реакция. В процессе окислительного стресса свободные радикалы могут уничтожить плохие клетки, уничтожить то, что не нужно, да, как бы санитары такие. Когда их много, это плохо. Также с гликацией. Когда продуктов гликирования слишком много, это приводит к тому, что часть белков, больше всего, кстати, от этого процесса страдают наши белки соединительной ткани коллаген и эластин. Но про коллаген кто только не знает, да. Коллаген женщины всегда ассоциируют с красотой, с качеством кожи, с тонусом, да, принимают коллаген дополнительно иногда по рекомендации врачей-косметологов, какие-то процедуры, маски с коллагеном делают и так далее. На самом деле коллаген есть везде, в любой соединительной ткани, и в суставах, и в хрящах, и в фасциях, это плёночки, которые наши мышцы удерживают на месте. Но просто внешне отражаются дефекты коллагена больше всего на коже, и это, конечно же, нас всегда беспокоит. Если в норме коллаген и эластин – это белки, которые имеют такую волнистую структуру разветвлённую, и они довольно мобильны, почему у нас кожа в молодости хорошо возвращается в своё нормальное состояние, если мы, например, защипнём вот такой, сделаем простой тест, защипнём кожу пальцами. Если мы её отпустим, у человека с хорошим уровнем коллагена она быстро расправляется. Если уровень коллагена низкий или коллаген дефектный, то это бывает обычно у пожилых людей, даже у совсем взрослых людей, она справляется плохо. Коллаген теряет свою эластичность. И получается, что эти H-продукты выступают как молекулярный клей, то есть они фиксируют молекулы коллагена и не дают ему быть эластичным, не дают коже расправляться, не дают нормально работать с суставом, появляются разнообразные неприятные ощущения, хруст в суставах, боли и так далее. Но есть ещё один орган, который очень страдает от гликации. Это наш глаз. И если мы, смотря на кожу, видя себя в зеркало, обычно начинаем замечать какие-то изменения, мы же не можем посмотреть на свой хрусталик. Это может сделать доктор-офтальмолог. И вот процессы гликации в хрусталике приводят к образованию катаракты. И этот процесс идёт очень интенсивно, если в целом процессы гликации в организме выражены. Об этом надо помнить. И если вам доктор сказал, что да, у вас катаракта, ждите, когда она созреет, её нужно будет удалить, запротезировать хрусталик. Но вернуть назад состояние хрусталика невозможно. Но можно сделать так, чтобы замедлить эти процессы. То есть вы уже для себя должны понимать, что раз с хрусталиком такая история творится, значит у меня вообще что-то не совсем хорошее происходит с обменом белков и углеводов. Итак, гликация. Кроме хрусталика, кроме кожи, кроме суставов, что ещё обычно выдаёт человека с высоким уровнем гликации? Но кожа, кстати, не просто теряет тонус, она становится сухой, она становится такой красноватой. Даже есть такой термин сахарное лицо. Тонкая, сухая, шелушающаяся кожа с множеством мелких морщинок. Женщины 40-45+, которых тянет на углеводы, потому что у них физиологически к возрасту менопаузы может развиться инсулинорезистентность, нарушение углеводного обмена, которых вдруг начинает тянуть на сладкое. Они должны помнить, что если они будут есть это сладкое, они только ухудшат себе качество кожи. Это важно. И все люди, у которых есть сахарный диабет или предиабет, тоже должны помнить, что у них процессы гликации идут гораздо интенсивнее, чем у человека без диабета. Поэтому, что мы делаем в этом случае? Наша задача замедлить эти процессы. Мы их не можем полностью остановить. К сожалению, Эйдж-продукт, образовавшись, расщепить и все вернуть назад, сделать обратно нормальный коллаген и выбросить сахар невозможно. Поэтому первое, что мы должны делать, мы должны перестать питаться простыми сахарами в неограниченных количествах. Чем старше человек, тем больше ему нужно следить за этим, и тем для него важнее исключение из рациона простых сахаров. Я не говорю о том, что нельзя есть сложные углеводы, крупы, пасту из твердых сортов пшеницы, какие-то овощи. Конечно, это нужно. Какое-то количество фруктов тоже, да, с низким гликемическим индексом, который не слишком сильно повышает уровень сахара в крови. Фрукты с высоким гликемическим индексом – это бананы, финики, виноград, у которого очень высокий гликемический индекс. Вот это постарайтесь из своего рациона убрать. И еще не увлекайтесь сухофруктами, потому что, как это на первый взгляд не кажется здоровым питанием, сухофрукты – это те же самые фрукты, из которых испарилась жидкость. Поэтому концентрация сахара в них довольно большая. Если вы едите сухофрукты, делайте это в разумных пределах, ну, не знаю, там 2-4 кураги, например, в день или чернослива, а не целую пиалу огромную. Значит, первое, убираем сахара. Я уже не говорю о таких вещах, как конфеты. И еще, смотрите, что важно, что гликация происходит не только, когда с белком соединяется глюкоза. Даже более активно, чем глюкоза, с белком соединяется фруктоза. Это еще один простой сахар. А фруктоза у нас где? Ну да, во фруктах. И некоторые люди говорят, да я вообще все жирное убрал, ничего не ем, ем. Ну, фрукты, да, вот там килограмм в день съедаю, потому что есть-то хочется. Я люблю фрукты. Вот если это ваша история, будьте внимательны. Фрукты до 6 вечера максимум, ну, грамм 300, да, и каких-то с низким гликемическим индексом. Могут быть какие-то сезонные ягоды, это могут быть зеленые яблоки, например, да, что-то с витамином С такое, не сильно сладкое. Вот, значит, убираем фруктозу, которая содержится еще и в сладких напитках. Все газировки содержат огромное количество фруктозы. Не важно, не будем называть названия, но любой сладкий напиток содержит много фруктозы. Это точно нужно исключить из своего рациона. Это не натуральный сок, да, это просто добавленная фруктоза. Второй важный момент. Мы можем сами синтезировать продукты Эйдж, но мы можем их съесть еще и в готовом виде. И все, что подверглось термической обработке, все, что образовало корочку красивую, запеченную, хрустящую, ароматную, это все конечные продукты гликирования. Поели жареный бекон на завтрак, получили Эйдж-продукт. Поели булку с корочкой, поели шашлыка, да, наели соевого соуса, очень вы его любите. Там тоже есть конечные продукты гликирования. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание, это важно. Мало того, что мы сами их синтезируем, мы их можем просто съесть в готовом виде. Самый здоровый способ термической обработки продуктов, это технология, так называемая СУВИД. Французское название, это длительная обработка при низких температурах, 60-70 до 100 градусов. Лучше дольше, но при низкой температуре, чем быстро и с красивой корочкой. Ну, жареную картошку уж я забыла упомянуть, это вообще ужасный, ужасный Эйдж-продукт, да, особенно картошка фри. Вот. Что нам ещё важно? Значит, убрали сахара, убрали конечные продукты гликирования. Нам нужны, как это может не покажется вам странным, что мы пересекаемся в двух темах, нам нужны вещества, которые обладают антиоксидантной защитой. Потому что окислительный стресс в клетке усиливает процесс агликации. Поэтому куркумин, карнозин, это молекула, которая обладает антиэйдж-эффектом. Даже есть такие препараты на основе карнозина, есть исследования, которые показали, что это вещество замедляет процесс агликации. Нам поможет тот же самый коэнзим Кудис, нам нужны витамины группы В обязательно. Поэтому если вы, испугавшись сахара, исключили хлеб, исключили все крупы, вы тут немножко вспомните о том, что в крупах, в цельнозерновом хлебе, есть витамины группы В. Поэтому всё-таки в небольших количествах употреблять это надо. А может быть, если это весна и осень, сезонные какие-то периоды авитаминоза, может быть, добавить себе витамины группы В комплексные, но всё равно, конечно, лучше посоветоваться с доктором. Потому что бывают ситуации, когда они, например, противопоказаны. В принципе, правила не хитрые, но мы можем себе помочь сами. И ещё, что очень хорошо добавлять к своему рациону, или, скажем так, к своему курсу каких-то профилактических препаратов, которые вы принимаете, нутрицептиков, назовём это так, очень хорошо добавлять таурин. Наверняка вы знаете, что от катаракты окулисты раньше назначали такие капли тауфон. Но они не очень эффективны, на самом деле, потому что нет системного действия. Катаракта, как я уже сказала, она, к сожалению, не рассасывается. Увы. То есть можно только замедлять процесс. Если вы будете употреблять таурин вовнутрь, то вы себе замедлите процесс иглекации во всём организме в целом. Друзья, ну вот, наверное, на этом я свою лекцию закончу. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Вопросов нет. Вопросов нет. Я надеюсь, что вам материал был полезен. Если вопросы возникнут позже, вы можете задать их потом и написать их в комментариях к этому видео. Мы постараемся обязательно на них ответить. Продолжение следует...